Девушки отдыхают Дик Джонс, Энн Льюис и Алекс Мёрфи Ну что, старички, сводят олдскулы? Легенда возвращается! Да-да, это Robocop Rogue City на Харис 100 Привет, ребята! В город прибыл какой-то криминальный авторитет по имени Новичок Он готов сорить деньгами, что сразу вызвало внимание и активность местных преступников Доходит до того, что одна из банд захватывает телецентр, чтобы просто передать послание этому самому новичку о своей крутизне Это, конечно, полнейший беспредел На выручку прибывают все силы полиции и, конечно же, Robocop За которого тут мы и начинаем играть Алекс врывается в здание, объединяется со своей верной напарницей Энн Льюис и красочно крушит врагов Особенно впечатляет частичная разрушаемость окружения и то, что напарнице не так уж бесполезно Может тоже какого-то врага и подстрелить, а не просто изображает активность Происходит несколько серьезных заруб, где можно волею валить гадов из легендарного Ауте-9 с бесконечными патронами Ваши противники не так просты Те, кто в шлемах, переживают несколько очередей в башку С врагов сыплется оружие, которое можно подбирать Но тут уж надо действовать по своим предпочтениям Уникальный пистолет-пулемет Робокопа заменить на что-то нельзя А вот второй ствол сменный Наличие фирменные сканирующие зрения Робокопа В бою она подсвечивает врагов Кроме того, им можно искать многочисленные полезные предметы, разбросанные по уровням Очень порадовал, что можно взрывать баллоны с газом, канистры с бензином и прочие огнетушители И даже больше, их можно по траектории швырять во врагов Доступны для метания мониторы некоторых компьютеров и некоторые телевизоры Такой снаряд наносит удар гаденышам электричеством Кстати, по телевизорам и мониторам можно сказать, что время действия игры Где-то начало девяностых Супостаты не настроены на какой-либо проигрыш и активно работают по Робокопу из всех стволов Что интересно и достоин похвалы, Алекс достает оружие только во время боевых эпизодов Все остальное время наши пушки спрятаны или убраны в кобуру Даже на самой низкой сложности в боях могут быть проблемы Ведь Робокоп все-таки постоянно получает урон от пули взрывов, которые попадают в него Особенно опасны гранаты, которые враги быстро и точно метают Или попасть под взрыв какого-то другого взрывающего с объекта, расположенного на локации В телецентре мы познакомимся с важной механикой замедления времени Когда Робокоп выходит через закрытую дверь в помещение с противниками То время сильно замедляется на несколько секунд И можно быстренько перестрелять врагов Это нужно, например, чтобы успеть спасти заложников Да и вообще, штука полезная Дает большое преимущество Как минимум, пару-тройку чмошников завалить можно, пока время замедлилось Идейно повторяется сценка из фильма, когда бандит берет женщину в заложницы Но Алекса чё-то клинит Кила Кобба Эй! 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 Ты работал так трудно, honey. Почему бы не уйти? Мы все смогли уйти из этой реалии, не думаешь? Веки-веки! Я говорю тебе, shiny! Оставай от этого двора, или я сделаю ее! Я свернусь! Я не знаю, что я бы сделала, если я потерял тебя. Ты у нас три секунда! Три! У нас семья — единственное, что я должен быть счастливом. Два! Ты милый? Я не знаю. Мы останемся так всегда. Один! Последняя шанс, дурак! Я не знаю, что я не знаю. Ты в порядке, Мурфи? Мир игры разделен на несколько приличных по размеру локаций. Также игра предподносит сюрпризы в виде дополнительных миссий. Когда рыбокоп взаимодействует с мелкими преступниками, то почти всегда все сводится к тому, чтобы понять и простить. Или наложить штраф. Причем предпочтительно понять и простить. Так повышается лояльность населения герою. Выполнять стоит вообще все задания, даже самые примитивные. За них мы получаем опыт. А опыт нужен для набора уровней и драгоценных очков талантов. Например, никуда без дедукции это умение улучшает сканер рыбокопа и позволяет находить более сложные улики, использовать их в расследованиях или же определять всякие тайные двери. Почти такая же история с инженерией. Без нее также некоторые предметы невозможно опознать. Это все классно, но боевые навыки тоже хотелось бы поразвивать. Robocop Rogue City работает на движке Unreal Engine 5, демонстрируя красивую картинку с обилием отражений и неплохую разрушаемость. Польская студия Ten, похоже, решила перенести как можно больше классических боевиков в видеоигровой формат. С Rainbow The Video Game получилось очень плохо. Терминатор Resistance оказался весьма достойным, а вот Robocop Rogue City уж очень-очень хорош. Этот шутер стоит внимания не только тех, кто ностальгирует по старым фильмам, но и новичков, тех, кто этих фильмов и не видел. Самое главное, что вам точно понравится эта игра в плане атмосферы, как будто бы сделана с оглядкой на тот самый фильм 1987 года. Этот полицейский участок, улицы города, узнаваемые персонажи, все это навеяло впечатления олдскула и возвращения на десятки лет назад. Любителям шутеров категорически рекомендую. Также гостям канала советую подписаться, ибо не пропустить новые видео, а подписавшимся поставить палец вверх. И всем-всем спасибо за просмотр. До встречи на канале. Арривидерчи! Арривидерчи! Арривидерчи ! Арривидерчи! Григорий.